Дятел стучит. Поговорим, ребята, о мухоморах, о грибах. У меня некоторые спрашивают, интересно людям, что там мухоморы, как прет-то от них, как от них ебашит. Так вот, товарищи, мухоморы это вещь, потому что от них прет, но он от них прет не так, как все хотят. Все хотят, чтобы перло как от наркоты, как от алкоголя, но там не то. Это как бы психоделическое, ну как это называется, влияние, да? То есть там не то, что как от наркотиков, а у тебя просто измененное состояние становится, измененное состояние реальности. Так что ли, да? Вот. И кстати, друзья, подписываемся на канал. Переходим на Дзен, потому что YouTube у нас хочет, у нас хотят YouTube прикрыть, насколько я знаю. Ну и все на другие площадки. Дзен, ВКонтакте, Одноклассники, Телега. Дзен, переходите, там удобно. Вот, и тогда, ребята, что делает гриб мухомор полосатый, полосатый, пятнистый? Так вот, красненький который. Его нельзя, допустим, если употреблять, то употреблять, когда он еще свеженький, да? Потому что ты можешь травануться, и травануться так, чтобы хер откачают. Его нужно сушить. Сушить его на сушилке, где-нибудь там, сушившую на газетке, он высыхает, как обычный гриб, да? На сушилке он вообще там за несколько часов высыхает. Вот, и что ты с ним делаешь? Дозировку, например, да? 3 грамма. Это я услышал от Эпифанцева. Есть такой у нас актер. А полосознанный, кстати, человек. И он за мухоморы топит. Но в микродозингсе такое просто про мухоморы. И 3 грамма я такой попробовал. Раза 3 попробовал, да? Это год назад. Будучи, я уже был после год как... В прошлом году я был год после как инсульта, да? И я грибы вот эти мухоморы давно хотел попробовать и попробовал. Я чувствую, а у меня уже было измененное состояние реальности, да? После инсульта. У меня это состояние уже вот давно. То есть ты не пьяный, ты в полном рассудке. Ты осознаешь, но тебе вот такое вот всё, всё яркое, всё интересное. Это вот у меня после инсульта тогда. Как невропатолог сказал, есть, говорит, свои плюсы, свои минусы. У меня все краски ярче стали. И я всё время в такое состояние, в таком... Ооо, такой... Не пьяный. То есть его с алкоголем нельзя сравнить, а ты такой... Такой... Ооо... Вот это состояние... Такое вот оно. Как его описать? Ну как вот его описать? Как ты можешь описать своё состояние пьяного? Меня вот так откачают. Нет, не так. По-другому. Ну... И короче... Два раза попробовал. Ни хера меня не тарачит. Не прёт, не штырит. Вот. Такая просека здесь. Лэп шла. Просека осталось. И ничего, и рта меня не штырит. И я решил увеличить дозняк. Дозу решил увеличить. Увеличил её в два раза. Шесть грамм. Но! Что я вам могу сказать? Твою мать! Сожрать! Этот сушёный, блядь, мухомор, это полный пиздец. Это такое невкусное говно, сука. С чем сравнить? Я не знаю, блядь. Какие-то старые грязные, блядь, тряпки, портянки. Говно какое-то, сука. Прожевать просто невозможно, блядь. Просто дербище, сука, блядь. Я не знаю. В капсулы засовывать, прессовать их, чтобы глотать их. Как в капсулах делают, да? Ну, это просто полный швах. То есть, он настолько мерзкий этот вкус. Просто, блядь, я не знаю, с хлебом пытался, еще водой запивать. Просто с вареньем разводить. Блядь, сука. Это полный пипец. И скажу вам, что такое. То есть, шесть грамм, это две столовых ложки, блядь, с горкой. Это пиздец. И вот это надо съесть. Дрень какая. Вот. И я два раза попробовал. В прошлом году и в этом году попробовал, да? Ну, что товару пропадать, как говорится, собирал же. Вот у меня остались там последние, да? Как говорится, шесть грамм. Я попробовал в этом году. В этом году я чувствую, у меня немножко так, раз так. Оно создает внутреннюю тишину. Вот. Например, кто-то, допустим, Кастанеду читал. Там Кастанеда пьет и жрал. Это кактусы, да? Ну, по сути, грибы практически. А может, кактусы. Но они вызывают состояние измененного реальности, да? Измененное состояние реальности. И мухомор делает то же самое. Может быть, не в таких концентрированных этих количествах. Или у него было концентрированное. Или у меня мухомор было неконцентрированное. Но первый раз в прошлом году я спать такой лег. А он нахлопучил часа через четыре только. Я чувствую, что у меня вот так вот накрыло. И я захотел что-то делать. Капец. Я вот часа в четыре вечера, наверное, начал. И до вечера, пока не потемнело, вечером. Это лето было, да? Я что-то делал, делал, делал. У меня такая энергетика появилась. Такая работоспособность. Я чувствую такое состояние. И я определил. Четко определил. Почему меня не нахлопучивало, допустим, когда я 3 грамма пробовал. Потому что мое постоянное состояние после инсульта, оно точно такое же, как у меня после грибов. Только я это смог ощутить, когда я дозу сделал 6 грамм. И только после этого я ощутил, что опа, вот он как-то подействовал, да? И то я не сказал бы, что это кайф. Блин. Ну, ни кайф ни хрена. То есть, просто это такое изменился. Может быть, кстати, я привык к этому состоянию, к своему. После инсульта, когда оно изменилось, да? И, возможно, я привык к этому состоянию. И поэтому я как бы его не воспринимаю, как какое-то там наслаждение или еще что-то. Ну, блин. Для меня это не было ни наслаждением, ни кайфом. Просто, да, изменилось. Просто так поприкольнее вроде немножко. Я что-то такое вштырило поработать. Ха-ха. Что-то поделать по огороду, по дому. Ха-ха-ха. И все. И все. Я что-то думал, может быть, это еще, блин, мухоморчик это похавать. Чтобы это... Работоспособность... О-о-о. Олень, олень. Блин, заснял, нет? Два оленя. Три косули. Прям на дороге подскочили. Вот. И... Думал еще что-ли сожрать этих мухоморчика-то, да? Чтобы это... Блин, по дому-то что-нибудь поделать? Так неохота ничего делать. Вот. Ну, не стал. Для этого специально пробовать. Вот. И, короче, не рекомендую. А, может, рекомендую, да? Вообще насрать. Что хотите-то делайте. Просто рассказываю, как оно вам действует. Не жрите только их сырые, блин. Чтобы не обосраться, не обдрестаться и не сдохнуть, блин. Вот. И, кстати, я недавно просто... Почему я эту тему поднял? Потому что меня спрашивали, допустим, некоторые люди. Я что-то включил как-то видео блогера одного. И он там встречался с ученым, да? Профессор. Он профессиональный миколог. Миколог это только грибами занимается. Он то ли профессор, то ли научный сотрудник, то ли все там. Ну, короче, очень такой известный в своих кругах. И у него жена такая же. Только она в лаборатории, а он такой по-общему. И самое, что интересно, они... Он аптеку открыл. У них целая лаборатория, у них производство. По производству мухомора и там многих-многих-многих препаратов из мухомора. Из чаги там и так далее, и так далее. Много из чего. Чага, если что, это тоже гриб. Если кто не знает. Это нарост на березе. Тоже гриб, короче. И самое, что интересное. У него в аптеке, да, все это есть. Там уже в таблеточках. Дозировочка там. Курс там на два месяца. Что-то в районе трех рублей стоит, что ли. Рекламу дал бесплатную. Вот. Так вот. И там тоже интересно, кстати, на что, как он влияет. И я не удивлюсь, действительно, что вот он положительно, вот настолько вот он влияет. Ну, как говорится, хозяин барин. Или баран. Хозяин баран, сука. Пробуйте. Экспериментируйте. Просто хотел рассказать, как мухомор влияет. И что вот у меня, как говорится, менялось. Когда я вот его попробовал. Запомните. Его не надо жрать для кайфа. Кайфожоры, блин. Просто. Можно для здоровья, кстати. Ну, нет. Так что так вот. Подписывайтесь на канал. Переходите на Дзен. Все ссылочки есть внизу, смотрите. Там телега, все есть. Переходите на наши ресурсы российские. Потому что YouTube может прикрыться. Так что все, ребята. Давайте. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется. Жизнь. Горько. Горько. Все.